Здравствуйте! Дорогие ребята, я, Втрунина Валентина Семеновна, приглашаю вас на урок русского языка и литературы. Сегодня мы продолжаем ознакомиться с красотой, опасным и разнообразием родного русского языка и познакомимся с произведениями устного народного творчества, воспевающими героическое прошлое нашего народа. Тема нашего урока – дужественные тексты «Былины и Герды». На этом уроке вы узнаете, что такое «Былина и легенда», узнаете, из каких структурных компонентов состоит «Былина» и научитесь определять, чем легенда отличается от других художественных текстов. Устно-народная поэзия возникла много веков назад, когда люди еще не умели читать и писать. Богато и разнообразно народное творчество. В сказках, песнях народ рассказывал о важных исторических событиях, о своем труде, о своих заботах, горестях, мечтал о счастливой и справедливой жизни. Народная мудрость, наблюдательность, меткость и выразительность народной речи воплощены в пословицах, поговорках, загадках. Исключительный интерес среди произведений народного творчества составляют «Былины». Что же такое «Былина»? «Былины» — это русские народные эпические песни, повествующие о подпиках богатырей, сражающихся с чудовищем или вражеским войском. Старое название «Былины» — старина, бывающая и стародавняя, то есть повествование о старинных событиях. Основные циклы «Былин» — Новгородский и Киевский. Действие большинства «Былин» приурочивается к Киеву. Некоторые «Былины» рассказывают о жизни и событиях, и людях другого крупнейшего города Древней Руси — Новгорода. «Былины» — о Сапко и о Василии в Слаеве. «Киевские былины» — это былины героические и богатырские. «Киевские былины» повествуют о множественной защите Родины, о бактериях и борьбе против врагов-кочерников, нападавших на нашу страну. «Былины» строятся по определенным словам. «Запел» — вводит читателя в мир народного искусства. «Зачем?» — где обозначено место, действие и имя главного героя. «Из того ли из города из Мурома, из того ли села до Карачарова, выезжал даленький дородный добрый молодец. Он стоял за утренними во влорами, а и к детенке поспеть хотела у стольных Киевград». Далее идет завязка. Итак, важное событие. Завязка былиновой сюжета часто происходит на Мняжевском перо, где главный герой ведет себя не так, как все остальные гости, и этим обращает на себя внимание. «Былины» киевского цикла иногда начинались сразу с завязки, с описанием пира. «В остольном, во городе, в Акее, у ласкового князя Владимира заводился пир право по части стола». Далее идет кульминация, центральное место или событие «Былины». Потом развязка, описательная победа положительного героя. И в заключении концовка, где воздается слава героев, или же подводится итог «Былины». То старина, то и деяние. На том старина и покончилась. События в «Былинах» слагаются в строгом порядке, последовательно. Болиствование ведется медленно и не спеша. У «Былины» есть свои художественные особенности. Первая особенность – повторы слов, выражений, эпизодов. Чтобы придать напевность «Былине», сделать изложение более выразительным, музыкальным, часто в «Былинах» повторяются отдельные слова. Например, «прямоежшая за дорожка заколвотила, заколвотила дорожка замуравила». В «Былине» есть особые обращения. «То удаленький, доводный, добрый молодец», «Ай, ты славный богатырь, да святорусский». И также в «Былине» часто встречается троичность. Так как «Былины» жили в устной передаче, исполнитель их сказывал сосредоточить внимание слушателей на особо важных, по его мнению, местах. Для этого в «Былинах» широко применяется повторение, обычно троекратное. Так в «Былине» о «Былине» Моранце, слове «Разбонники», трижды повторяется описание силы и слове «Разбонника». Главный герой «Былин» – это русский богатырь. Богатырь – это защитник Родины, воин, отличающийся от необычной силы, мужества и умудрения. Самые известные «Былины» герои – это Илья Моранец, Добрыйник Никитич и Алеша Попович. На картине «Богатыри» Михаила Васильевича Васильцова привеется за украшение этих богатырей. Чтобы ярче представить силы богатыря, применяется «Былинах» прием гиперболы, то есть преувеличение. Например, вот как описывается бой богатыря с вражеской силой. Если богатырь махнет правой рукой, среди вражеского стана образуется улица. Левый – переулок. Палец – меч богатыря. Весит сорок или даже девяносто пудов. Если богатырь заснет, то богатырьский сон на двенадцать дней. Подставь богатырю и его бой. Первый скок с коня на много верст, а второй скок и найти нельзя. Чтобы подчеркнуть силу русского богатыря, гиперболически изображается враг богатыря. А несмертные силы врага тоже преувеличены. Серому волку няне обскопать, чёрному ворону в день не облететь. В «Былинах», как и вообще в произведениях муслой народной поэзии, каждое слово точное и выразительное. В течение веков народные певцы и поэты совершенствовали навык своих поэтических произведений, вдвиваясь в наиболее точное и яркое выразительное раскрытие через слово в самых существенных качествах героев и их поступках. Так, очень богаты и разнообразны в устной поэзии эпидены. «Былинах» — это каточное определение, указывающее наиболее существенный пристав людей, предметов, явлений и жизни. Часто одни и те же эпидены постоянно характеризуют тех или иных героев, предметы, явления жизни, природы, поэтому их называют постоянными эпиденами. В «Былинах», например, встречаются такие постоянные эпидены. «Дородный добрый молодец», «Сила великая», «Славный стольный киев крат», «Тугое лук», «Цветилочка шелковая», «Стрелочка каленая». Часто в «Былинах» применяются сравнения. «Нагланы» — это силушки черным-черно, черным-черно, как черна ворона. В древней устно-народной поэзии есть «Былины», рассказывающие о мирной трудовой жизни русского народа. Это «Былины бытовые». Важнейшая из них — «Былина Амольги и Миколи». В ней прославляется народный труд. В образе Миколы прославил крестьянина Львопашца, богатыря, кормилица страны. А в Илье Воронзе монарод поспел и крестьянина-воина, богатыря, защитника Родины. Сложено и написано более 400 гриб. А сейчас мы рассмотрим другой вид художественного текста — легенда. Кто же такое легенда? Рассмотрим несколько определений. Легенда — древний жанр устного народного творчества. Легенда — это произведение, созданное на основе мостного предания, в котором рассказ о реальных событиях и подлинных событиях сочетается с элементами фантастики. Легенда — это жанр народных и литературных авторских произведений, в основе которых лежат случаи из жизни или исторические события. А также легенда — это переходящая поколение к поколению рассказ об умове. Легенда — это политическое предание о геологических событиях прошлого. Легенды, как правило, были устными рассказами, часто положенными на музыку, и передавались легенды из уст в уста обычно бродячими сказителями. Позднее множество легенд было записано. События в легенде нередко преувеличиваются, добавляется много вымысла, поэтому ученые не считают легенды полностью достоверными историческими свидетельствами. Я отрицаю, впрочем, что в большинстве своих легенды основаны на реальных событиях. Часто легенды путают с мифами и предами, но у этих жанров есть отличия. Давайте их рассмотрим. В отличие от мифов, легенды независимы от ритуала. В отличие от преданий, события могут относиться как к прошлому, так и к настоящему и будущему. В отличие от волшебной сказки, легенда рассказывает о чуде как о достоверном событии. Мы можем сделать вывод, что легенды — это недостоверное повествование о фактах реальной действительности. Вызывающих восхищение с событиями прошлого. Легенды, как литературный жанр, существуют у многих народов. Например, легенды о мифе и Древней Греции, легенды о Древней Руси, молдавские легенды, легенда об основании молдавского княжества. И, конечно же, всем нам хорошо с детства знакомая легенда о Матсишоре. А сейчас я предлагаю вам выполнить следующее задание. Сетя не делит художественного текста с определением литературного жанра. Это художественные истерические песни о богатырях и народных героях. Конечно же, это Блина. Переходящий от поколения к поколению рассказ о Матсишоре. Верно, это легенда. Молодцы, ребята, отлично справились с этим заданием. Подведем итог нашего урока. Сегодня мы познакомились с видами художественных текстов, Блиной и легендой. Узнали, чем они отличаются от других литературных жанров. На досуге прочитайте легенду или Блину об истории нашей Родины. Я желаю вам в этом успехов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин